окей сегодня мы с вами будем проходить табличные вид и еще раз вспомним все были на практике вспомним научимся с нуля как создавать табличный вид что есть что чтобы не оставалось поэтому вопрос так новый проектик поехали и так у нас что такое view контроллер обдели гейты и storyboard мы думаю уже знаем мы с вами делали последний раз там верст куда ведь вы делали и вконтакте как вы могли заметить и во многих других приложениях используется очень часто табличные вид это ваши там не знаю контакты друзья что угодно все что табличном виде собственно для этого у нас в а есть отдельный элемент который так и называется table view давай мы рассмотрим быстренько самый простой и более-менее такой кастом на вид таближ и так мы можем найти в элементах если напишем table 3 штуки связанные со словом table это table view controller table view и table view cell давайте по порядку пойдем я удалю эту контроллер закинуться от table view контроля переношу его и давайте посмотрим из чего он состоит он состоит из таблицы из table view собственно в которой лежит table view cell а в table view cell лежит контент view вот то есть иерархия такая да и в контент view мы будем помещать все что мы хотим то есть мы туда будем что-то выводить картиночки и так далее это в контент view именно лежит и поэтому если вы хотите поменять background color изменить corner radius поставить тени на ячейку вы должны работать с контент view также вот окей смотрим быстро реализацию я оставлю и не шел вью контроллер и мне нужно создать отдельный класс для table view контроллера так создадим это как а тач класс чем отличается какого тач класс от свиф файла знаете ну да я понял понял давай заходи свиф файл мы создаем пустой файл просто просто пустой файл свифта какой тач класс позволяет нам сразу наследоваться от какого-нибудь класса и сразу там реализует какие-то методы вложенные то что нам не нужно мы ищем здесь юэй table view контроллер вот назову кастом требовал контроллер пока ксип не буду создавать собственно ксип здесь нужен будет для создания кастомные ячейки тоже посмотрим окей next next создали так секунду вот то есть класс наследовался от и table view контроля у него также есть юдик лод здесь у нас сразу же есть какие-то закоменченные какой-то комикс функционал типа чтобы чистить таблицу когда он появляется поставить на правую navigation кнопку edit button когда типа нажимаешь на него чтобы можно было например ячейки изменять там удалять переносить или еще что-то с ними делать ага то есть сразу там готовы ну да и ресурс memory warning может тоже то же самое чтобы в контроллере и основные и пошли методы таблицы вот тут много закоменченных и незакоменченных окей как бы незакоменченные методы подсказывают нам о том что наверное эти методы являются обязательными чтобы реализовать этот класс так он и есть есть два метода это количество секций в таблице и количество и количество с строк в таблице собственно ну да конечно не только нет не эти два обязательно странно что они конечно но она здесь потому что нужно реализация это количество секций это количество элементов в секции в таблице а следующий метод table view self-create index path здесь мы будем работать непосредственно с ячейкой задавать какие-то значения и так далее сейчас посмотрим по порядку давайте поменяем здесь можно number of sections не реализовывать если вы хотите иметь только одну секцию по дефолту там идет одна секция вы можете поставлю пока один есть количество элементов ok 5 нужно реализовать метод self-create index path смотрите какая интересная здесь штука этот метод возвращает ячейку во первых а во вторых здесь вот такая конструкция создается константа сэл через table view the q reusable сэл декю риза был сэл как некоторые из вас уже знают и догадались это создание риза был ячейки то есть наши ячейки переиспользуемые ячейки с помощью идентификатора мы не создаем 150 ячеек мы создаем одну и копируем ее 150 раз соответственно так как это она у нас ссылочный тип мы копируем то есть все копируется на одно место в памяти и все довольны все живут этот механизм работает за счет риза был сэл и того что те ячейки которые сейчас не отображаются на экране они удаляются из памяти они очищаются и каждый раз для каждой ячейки этот метод будет срабатывать вопрос есть по и забыл сэл понятно да если я спрошу как реализовано механизм на ячеек в айосе используем ли мы там 100 ячеек вы должны жестко сказать что нет мы вот копируем используя так собственно декюризову сэл и нотификатор что это такое как это используется данная конструкция возвращает нам стандартная таблу сэл без никакой там кастомизации ну и все как бы надо как-то это заюзать давайте посмотрим что с этим делается в storyboard в storyboard у нас есть table-view контроллер мы сюда задаем теперь наш класс custom table-view контроллер окей давайте посмотрим какие связи сейчас есть у нашего контроллера смотрите у table-view контроллера сразу по дефолту ну понятно view есть у всех а вот тут еще есть две связи data source и delegate что это такое вспоминаем это если я провалюсь реализацию вот you table-view контроллер наследует я вью контроллер собственно это методы видит лоуда и все его методы appear disappear динит и так далее и еще два протокола делегат и data source протоколом в айосе принято называть известные из java вам интерфейсы то есть это то что описывает наш классе мы должны реализовать этот протокол соответственно давайте посмотрим что нам дает делегат протокол протокол делегат отвечает за отображение ячеек того какой у нее там какой хидер стоит какой footer стоит в ячейке вот тут с размерами ячеек также есть методы они видите помечен как optional поэтому мы ну как бы их не реализовываем собственно делегат принципе этот протокол он здесь является опциональным потому что никакой data source то есть никаких объектов он нам не возвращает то есть если мы не реализуем ничего в этом страшного не будет вот это делегат data source же отвечает за саму модель объекта за ячейку который нам возвращается и так далее вот здесь у нас такие методы видите не optional паблик просто стоит number of rows in section self-arrote index path то что мы должны реализовывать а вот number of sections optional поэтому я вам говорю он дефолт один если не хотите не имплементировать ну и так же здесь есть вот на название можете тайтлы задать хидером footer и методы связанные с редактированием то есть по дефолту у таблицы есть методы для удаления элемента для того чтобы могли ячейку так взять пальчику перенести в другое место вот нужно только реализовать соответствующие методы так с делегатами понятно если будут вопросы спрашивайте дальше пойдем класс мы задали значит что такое делегат data source поняли они уже здесь подключены мы довольны теперь нам остается выбрать нашу ячейку и собственно для ячейки задать reusable идентифия давайте посмотрим как как он вот он ризу риус один файл нам его и нужно взять вообще конечно не нужно говорить что этот идентификатор нужно вынести глобальную константу потому что как бы постоянно искать его в коде где-то лазить неудобно но пока мы оставим так задаем сюда все теперь ячейка который здесь было написано просто sell это был сл принимает название идентификатора и вроде бы все готово для того чтобы запустить давайте мы запустим пока запускается посмотрим что можно делать с таблицей если выберу то в третьей вкладке мы можем нет так ты был и можем поменять с ее контент есть динамические статик ячейки я тоже посмотрим что такое стиль plane и групп у него немножко изменяется визуально отображение ну и другие вещи связаны с сепараторами там цвет бэкграунд расставить шедовый задать и так далее так ну вот все запустилось вот такой вот вид стандартный таблицы видите очень много типа ячейки на самом деле это не ячейки мы их тапать не можем а вот здесь уже можем тапать соответственно на ячей которые сейчас нажимаю они выделяются это про инициализированные ячейки тут уже нет не очень красиво у данной ситуации есть два выхода один выход это задать для таблицы футер с пустой вьюхой который будет закрывать просто вот все вот это вот это дело просто белым полотном закрывается либо можем использовать групп стиль если я поменяю на групп запускаю оп только мои ячейки четко выделены никакой лишней информации ну и такой цвет фоновый есть окей круто я запустил но пустые ячейки это не интересно так ну ладно оставим пока давайте что нибудь выведем как выводить у нашей ячейки если мы перейдем ее тейбл веселл мы можем посмотреть ну а первых от чего она наследуется непонятной от ее и у нас кодинг и гештер когнайзер это чтобы мы могли на нее нажимается есть поля такие как имя текст лейбл detail текст лейбл и контент view снизу вверх пойдем а а ну background ну ладно давайте вот что откуда давайте вот отсюда select background view это штука по дефолту у нас нил вот вы можете прочитать что она становится не нил если мы туда добавляем какой-то background в юху сабьюку ячейку background view до возвращает нам тоже также наш какой-то кастомный view если мы так кинули его контент view не опционально видите он есть но это собственно то что мы видели в storyboard и у ячейки есть контент view который вы можете у которого вы можете изменять background color там и так далее detail текст лейбл текст лейбл текст лейбл и имидж фью три поля в которые мы можем по дефолту запихивать какую-то информацию текст то есть сюда а сюда картинку чтобы как-то отобразить как минимум текст лейбл title лейбл и detail лейбл мы можем выбрать ячейку и у ячейки поменять стиль с кастомного на basic например видите title появляется или write detail вот это title это detail если вы хотите задавать используя вот кастомный получается стандартную ячейку задавать title и саптайтл то нужно выбрать сразу вид как у вас будет выглядеть title и саптайтл если вы зададите просто тайт то есть вы можете просто оставить кастомной ячейку и задать туда тайтл но задать туда саптайтл не получится потому что ячейка не знает куда ее поместить потому что ячейки здесь detail саптайтл может быть справа она может по-другому видеть вот она слева справа непонятно куда засунуть и будет небольшая ошибка вот соответственно я сюда могу поставить сразу title detail какой-то записать дальше через код и могу для всех например в поле аймэдж тоже также задать картинку сразу по дефолту отсюда и посмотреть на давайте так ну вот какой нибудь проект наверно открою с этой чем у нас есть вот неважно какую-нибудь картинку мы сейчас на поместим запихиваем сюда но тут три . окей бам-бам как она там называется то займ просто один так ну вот и и тут не видно давайте мы с этим что-то сделаем мы выберем контент view и поменяем цвет на такой фиолетовый кей конечно все равно не видно давайте попробуем запустить и посмотреть что будет будет ли видно да видно но собственно мы у тайтла и дитейла не меняли никак бэкграунд у него по дефолту стоит белый поэтому все вот так вот беленько отобразилось у всех картинки тоже появились и вот как бы можем выбирать и так далее цвет выбора перекрашивание мы также можем изменять можем выбрать там дефолтные цвета вот отсюда если я выберу ячейку у ячейки есть selection и у селекшена есть вот дефолтные как бы есть три состояния что ли так сказать то есть два цвета и без вообще без цвет без цветной выбор голубой серый дефолтный тот же серый кстати и но окей аксессори что такое у нас аксессори это штуки добавляют нам по дефолту какие-то индикаторы например стрелочку да сразу нам не нужно запариваться ничего искать есть дефолтная стрелочка у apple есть detail также дефолтный ну вот вместе detail disclosure есть просто чек-марк когда вы что-то выбираете ну соответственно по тапу вы можете проставить у ячейки чек-марк и будет ощущение как будто я выберу эту ячейку так такие вот поля здесь у нас editing accessory это когда мы будем свайпать ячейку там например право ее свайп номер у вас появится удалить и там еще что-нибудь какая-нибудь кнопочка если вы зададите отсюда focus style штука пока нам не нужная по-моему если я не ошибаюсь может я конечно ошибаюсь поэтому лучше не буду говорить ну это наверное пока все что вам нужно знать лес при ячейке окей собственно давайте выведем туда информацию у меня есть ячейка и я здесь могу сделать следующая ячейка и у нее вызвать поля текст label текст label в тексте я могу задать любой текст это hi и также могу в detail текст label текст задать что я хочу ну как бы есть и картинка image view image ну-ка нет ну ладно вот так вот картинку задали текст задали все задали еще рассмотрим что будет ну в общем то как я ожидал с картинка появилась и так далее так теперь интереснее пойдем не для всех я хочу это задать хочу только задать для первой ячейки вот это все дело как мне понять какая ячейка является первый последний средний любой да вообще как понять для этого у нас вот в этом методе кроме таблицы есть еще такой параметр как индекс по индекс по это штука который хранит себе элемент индекс то есть сейчас давайте лучше так сделаем так так успечатаем просто и чтобы было наглядно понятно что это такое вот и в консольке посмотрим так так видно же да видно ну в общем видите индекс по храните такой массив значение где первое значение это это индекс секции а второе значение это индекс ячейки в этой секции то есть 0 1 0 2 это оказывает что у меня только одна секция и вот в ней есть 5 ячеек понятно да соответственно так я могу достать из индекс по я могу достать индекс текущие ячейки индекс текущие текущие строки текущие строки в секции как я это могу сделать давайте вот что мы хотели зададим я скажу что если индекс по точка row есть точка row строка есть точка section понятно секции да очевидная вещь окей если текущие строка является нулевой индекс ее то мы будем вот это все дело задавать иначе не будем то есть просто ничего не делаем return пройдется ну вот собственно да сейчас если убрать отсюда картинку а то у нас картинка для всех отображается еще раз запустим быстренько вот собственно информация только в первой ячейке и картинка и так далее так вы можете задавать что вам нужно куда вам нужно варьировать то есть хотите чтобы была разная инфа в каждой ячейке в принципе можете поначалу так вот костылить но мы посмотрим как это делать красивше окей ну понятно вы можете с этим делать что хотите можете вы будете дальше давайте все таки попробуем как задать данные из массива быстренько накидаем да ну так 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 как бы сделать лучше давай так 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 25 джозефа сюда засунем ну и ладно ну и хватит например вот по имени есть у меня массив значит во вью дитлоуди то есть до того как отобразится я его заполню это важно если вы запихнете его в по view и лапир или вою дидо пир тот момент когда у вас уже проинтилизирован контроллер и таблица то в момент когда мы будем задавать элементы вот здесь количество строк исходя из количества элементов массиве то у вас просто приложивка упадет сказав что они спинни фау этот нил в массиве который типа не может быть него давить мы ему сказали так значит я задал сюда количество строк от количество элементов массива и теперь я хочу сюда в текст лейбл только засовывать мои имена так как я это сделаю я вот это беру окей очень просто беру массив и обращаясь к элементу какому элементу к элементу текущей ячейки то есть по индексу ячейки вот важный опять же момент чтобы количество элементов в массиве было равно количеству ячейки которые вы здесь возвращается в нашем случае как понятно очевидно так она и будет так что мы здесь вернем такое же количество и должно быть все окей давайте посмотрим вот и собственно здесь можно заметить какую штуку то что я вам говорил элементы которые ячейки которые сейчас мы не видим они за пределом экрана наверху их выкидывает из памяти они обнимаются как мы это можем проверить мы можем поставить breakpoint на ячейки на метод cell for row который вызывается при ментализации ячейки да и попросить проскроллить мы начинаем скроллить и видите когда там здесь должна появиться следующая ячейка в этот момент срабатывает метод который будет инициализировать опять ячейку еще одно еще одно еще одно вот он 3-4 штуки их собственно отображает понятно то есть мы видим что они естественно удалились что они действительно заново инициализировались вот как сдавать значение из массива понятно да играться вы с этим можете как хотите понятно вы можете сделать следующим образом например я хочу сделать три секции три секции и сказать что если сейчас здесь вообще возвращается не xpath а section если section 0 то я выведу names каунт там посмотрим конечно сработает не сработает стороны тем написал он если ну пусть будет давайте вот две секции пока так а а иначе а иначе 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 а здесь а здесь полно ладно да какая разница единственное нам надо будет этот момент проконтролировать теперь в методе cell for row то есть есть у нас секция нулевая то мы здесь половину количества выводим из ее прорабатываем иначе полное количество так так хотя я думаю даже не на давайте-ка запустим она же просто сработает энное количество раз сколько здесь количество элементов массиве не меньше чем вот это количество поэтому да все нормально собственно видите есть разделитель между секциями я перемещаю здесь у меня вот половина заданных а здесь вот все окей все понятно секция добавил новую как хотите с этим работать хотите отображать в секцию нулевую другой массив пожалуйста давайте сделаем там делаем так и animals стринг и давайте тоже так же быстренько создадим репиде на рель так ну пусть тут будет не знаю что там вот так вот здесь так же 25 что будет так по количеству если секция нулевую лата мы будем исходить из количества имен вот такая вот у нас странная логика но мы здесь скажем что если индекс пат точка секшен равен нулю то есть это первая секция да ведь у нас то мы сел текст лейбл текст не names будем задавать а будем из animals брать и и соответствует то же самое делать вот ну чисто тает а иначе вот так окей давайте запустим посмотрим сработает ли ну вроде работает первая секция только вон куала везде вышла а здесь что мы хотим да разные массивы разная информация клево клево но недостаточно клево давайте сделаем чуть получше у меня есть names но я например хочу что если я хочу массив юзер тогда мне скорее всего есть какая-нибудь структура которая называется юзер и у которой есть поля пусть нибудь поле name и поле age собственно эти два поля я хочу выводить дальше у меня есть user так теперь я хочу по-другому сделать вот теперь у меня здесь не names будет а users мы это почистим все так 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 тоже здесь будем из количества людей выводить пока закомментируем сейчас тоже что сделаем секция будет одна пользователь значит пользователя теперь здесь никакой строки не нужны мне нужны и пользователи вот у меня пользователи есть ok теперь я давайте даже вот так сделаем сразу проинциализируем массив типа где-то я их там заполняю я буду добавлять туда элементы но пользователь вот так есть юзер отдавать лучше так сколько ну пусть ожидал сказать так мы будем будем добавлять нового пользователя создаем юзер с полями name саша и 17 и вот так вот я вам добавлять хочу и добавляю союзе пример окей мы все добавили вроде довольно теперь осталось этим работать я уже ввожу количество строк по количеству юзеров теперь нужно здесь что-то делать смотрите если я пойду обычно путем так вот текст лейбл чисто возьмем и буду задавать сюда юзера то смотреть как это будет выглядеть то есть у меня есть юзер юзер я вытаскиваю отсюда индекс пав точку роу из массива и теперь еще я вытаскиваю отсюда с ней в принципе выглядит не то чтобы плохо но можно сделать лучше можно создать отдельную модель сразу вытащив вот этот ну юзера по индекс пацу и дальше уже везде где я хочу с ним работать в контексте этого метода я использую просто модель я говорю модель name хочу вывести detail текст лейбл я говорю модель age и оборачиваю его в стрим понятно я не таскаю с собой вот это вот это все дело вот тоже так делается собственно чтобы было по красоте проверим вопросы есть какие-то с этим связано нет понятно так все вывелось все работает все отлично окей мы поняли как выводить как что делать круто давайте теперь поймем плюсы и минусы этой штуки нашей table view контроллер смотрите если я перехожу в storyboard выбираю таблицу то я никак не могу изменить ее размер я ничего с ней не могу сделать никуда перенести даже если я выберу линейку у меня как нет доступа к длине и ширине таблиц и не говоря уже про x и y соответственно мы используем table view контроллер когда точно узнаем что таблицу мы никак не будем пастомизировать мы не будем сверху там что-то накидывать какие-то кнопочки рандомные туда не в таблицу контроллер сам засовывать то есть это должна быть должен быть контроллер который конкретно отвечает только за список и больше ничего да там может быть navigation бар там может быть таббар и так далее но каких-то других в юх я сюда не могу поставить если я захочу сюда поставить в юху да даже вот вот сюда ведь он как футер становится как футер пожалуйста да как как фидер пожалуйста я могу его поставить но что-то как-то по-другому делать нельзя вот это что касается нашей таблички так с этим методом мы познакомились давайте что тут еще интересное есть это там давайте просто раз комить и посмотрим что нам даст вот эти методы судя по описанию данный метод должен позволять нам говорить что является ли тайна ячейка и дита был то есть мы можем ее как-то идите если вы видите есть индекс пафф то есть вы можете не для всех ячеек задать и дита был вы можете сказать что там у вас только в первой секции дита была других не дита был но мы для всех возвращаем true дальше есть метод который делает следующее он как бы является хелпером для редактирования нашей ячейки здесь описан стиль нашей ячейки что мы можем делать то есть стиль у нас есть у чеки 2 мы можем либо велеть его либо добавлять новую ячейку так это все круто давайте мы посмотрим что это такое то вообще на деле чтобы понять еще раз что нам дает чисто дефолтная реализация таблицы окей запускаем вот у нас есть ячейки я свайпаю и оп появляется кнопка для я для этого ничего не делал кроме как скометил код круто вы я думаю но во многих местах видели эту кнопку да там я не знаю в ватсапе в других местах табличку слайкайте вот ваша кнопка что нам здесь нужно сделать нам в методе длит смотрите она вот этот метод здесь удаляют ячейку по индекс пасу с анимацией какой-то давайте попробуем нажать да чё как казалось бы не нажать нажимаем и в этот момент у нас все падает какая ошибка давайте посмотрим ошибка нам ну в общем здесь такая большая ошибка но суть ее в том что он говорит что количество элементов в дата-сурсе нашим массиве откуда мы достаем количество ячей после удаления должно быть равно количество ячей которые мы отображаем простыми словами вы захотели анимационно удалить ячейку но количество ячеек по факту в массиве не поменялся поэтому нам нужно сначала поменять количество ячеек то есть количество элементов массива а далее уже вызывать метод deleteRowse, который сделает иллюзию пользователю, что мы, типа, удаляем ячейку. По факту она уже как бы будет удалена. Давайте сделаем это мы, то есть, до этого из так, users, что-то у меня? Из users я делаю remove, add соответственно, int принимает как клево, что у меня индекс плав как раз возвращает int я удалю даже, ну-ка, давайте посмотрим, какой там нос это есть. remove, remove last, на-на-на-на add index path .row Так, значит, я удаляю из дата-сурса, а дальше я, типа, анимационно удаляю эту ячейку. Количество элементов в дата-сурсе уменьшается. Вроде да, вроде все должно работать. Давайте проверим. Оп, удалилось. Анимации есть? Круто. Даже анимации ничего не нужно делать, что-то заморачиваться. посмотрим, какие у нас еще есть анимации. У нас есть fade, у нас есть так. Ну, можно удалять с анимацией, которая как будто снизу удаляется. Вот fade – это схлопывание, да, ведь слева, с центра и так далее. Ну, вот поставим, например, top. То есть, у нас внутри лежит инум. Вот они, инумы с анимациями удаления. Оп, схлопнулась наверх. Плево. Так, с удалением понятно. С удалением нам все понятно. Так, что тут еще у нас есть интересного? Теперь, что насчет insert? Так, так, так. Ну-ка, если я запущу, где у меня тут вообще это дело не вижу. Сейчас, секунду. У меня тут только delete кнопка. Да, только delete. Так. 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 окей значит смотрите какая тема если вы хотите вставить новую ячейку то вам нужно будет сделать то же самое что при удалении только наоборот понимаете вы сначала вставляете элемент в массив ваших юзеров или там вашего дата-сурса а потом уже добавляете в таблицу insert собственно rose это индекс паф есть и с анимацией какой вы хотите да понятно то есть в принципе то же самое единственное нужно так выбрать стиль ну вы на практике как раз вот это будете делать посмотрите сами замут точно такой же ничего другого так но для этого по на так это у нас изменения еще у нас есть методы еще два метода это методы которые позволяют нам перемещать наши ячейки тоже без какого-то лишнего кода почти сейчас посмотрим что нам нужно будет да вы как бы можете сделать кнопочку какой-то отдельно куда нажмете тогда я могу так или нет что такое это там по моему здесь не нужно сделать да все таки вот этот метод реализовать но и в любом случае будем реализовывать так данный метод вот этот нижний отвечает за то может ли наша ячейка текущая быть то есть могу могут может ли юзер выбрать все и перетащить куда-нибудь кстати сейчас нет у нас есть insert по моему если мы вот этот вот эту кнопку с коментом она добавляет edit button смотрите странная тема да они сами написали код который потом так окей apple до добавим навигейший контроллер через такой вот способ эдитар им бейтин и навигейший контроль кинули стрелочка переместилась все переместилось давайте посмотрим сейчас что будет появляется кнопка edit дефолтная нажимаю на нее и вот что мне нужно было по нажатию на удаление у меня слева открывается удалить либо я могу взять вот за эту штуку и начать ее переносить переносить как бы какая дефолтная анимация проигрывается я отпущу и она типа встанет на место и как бы не нужно какого-то лишнего кода вообще давайте мы попробуем сделать то же самое только не с одинаковыми элементами а с разными так сейчас секунду лучше вот это вот скопирую чтобы понять или не проще 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 делаем проще у нас тут есть и и мы вот так вот делаем просто смс а и вот получили уникально допустим еще раз посмотрим пронумеровано все если я удалю 5 элемент тут все удалится все нормально теперь давайте попробуем перетащить например десятый на вот это место дан в общем то тоже все работает казалось бы но матрица обратно первых что-то такое что случилось как вы думаете давайте-ка опять попробуем седьмой элемент сюда перетащим да очень работает работает окне работает исчезла что за магия фокус да он заново отрисовал исходя из массива именно поэтому в эти ты то есть вот не видите а вот сейчас сейчас вернемся вот в этом методе мы должны поменять элементы в массиве мы должны сказать когда изменяется массив вот он от какого-то индекса в какой-то встает мы соответственно должны махнуть эти два элемента попробуйте посмотрите тоже сами ну собственно этот метод будет надо будет использовать вот это что касается то есть в принципе все дальше prepare for segue метод мы очень попозже посмотрим эта штука чтобы передавать данные на следующий контроль это все что нужно знать про ты был контроля еще на что есть сейчас у нас помочь и какие-то штуки есть дефолтные вставлены только провалимся так таблица да у нас вот есть сразу таблица здесь никаких аутлетов не надо отключать если у вас таблица контроля и вот еще какая штука есть refresh control refresh control это штука которая давайте посмотрим она во первых как видите опционально это все по дефолту нет давайте мы ее зададим мы скажем для начала зададим фрэш контрол уай фрэш контрол вот такая вот штука есть так давайте посмотрим что я давно я не создал обручками так ну-ка 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 да вроде она вроде она окей насколько я помню не вообще своя есть так вот она по дефолту и нитится с хейтом и своим размером поэтому в общем то мы можем ничего сюда не сдавать просто задаем refresh control и например можем задать и давайте вообще ничего не будет сдавать просто посмотрим я вытаскиваю table you увидите не подключая ничего потому что и так есть ты был у тебя был ю у него есть фрэш контрол куда я могу задать собственно сам хорошо контрол ваш так или это где-то он ленту пишу это там ну-ка тупит не тупит отлично запустим посмотрим здесь и все хорошо сейчас посмотрю может я не туда задал так нет туда все нормально видите вот эта штука вот она ну вы ее видели везде я думаю да загрузка полту фрэш называется стандартная тема и она пошла крутится и будет так крутится бесконечно потому что мы не сказали когда и останавливаться когда не останавливается вот что мы с ней можем сделать мы можем естественно поменять у него там цвет background еще какие-то движухи более того давайте мы провалимся в нее текст мы сюда можем добавить есть очень красивые всякие библиотечки туториала где вы при пули вниз там у вас например какое-то слово так прям отрисовывается красиво еще что-то там дата время обновления последнего то есть это вот сюда вот все идет так и вот дальше думаю лучше продолжим следующее это кое-что дальше проходить то есть как с ней работать также часто потом на практике посмотрим окей refresh control понятно да здесь по table view контроллер есть какие-то вопросы нет еще раз да эти опорные пункты table view контроллер у него сразу тут у нас все методы есть реализовываем два метода основных вот эти два метода нужны здесь нам вывести количество строк и вы вернуть ячейку по the cure usable sales идентификатор не забыть этот идентификатор прописать в storyboard у ячейки ну и возможности мы рассмотрели как бы это клево и самое главное ячейки таблица не изменяется никак мы ничего не можем сделать кроме этого например как мы видели у меня у таблицы есть 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 динамик про тот айпса и статик целых что же такое давайте посмотрим статик статик динамик давайте сделаем а давайте даже вот так красоте сейчас сделаем вытащим опять table view контроллер и я перетащу давайте лучше сразу хороший вариант перетащу от контроллера в контроллер синюю штуку из напишу здесь шел типа переход сюда будет но в данном table view контроллеры я поставлю статик sales смотрите чем прикол я могу использовать статические ячейки когда мне нужно нужен вид табличный но я но программа логика не подразумевает то что данные будут браться не знаю там сервака откуда-то обновляться еще что то то есть я могу сюда задать набор каких-то полей которые будут всегда и они не будут изменяться то есть я сюда прям могу там накидать лейбл еще что-то в таком духе да подключить их к коду и туда прям записывать в то время как в прототайп селл я не могу так сделать потому что прототайп селл как мы сказали использует декю реузабл селл каждый раз копия и мы не можем вот такую вот сильную связь сделать типа лейбл отсюда к кастом тейбл ю контроллеру прям сразу а когда мы используем статик sales то это не копии это реально отдельные ячейки которые занимают отдельную память так давайте глянем и вот сюда кину чего-нибудь так и заодно посмотрим реализацию вот этой штуки то есть я поставил здесь связь от контроллера в этот контроллер как мне по нажатию на ячейку туда перейти чтобы по нажатию на ячейку перейти я буду использовать метод делегата таблицы называется table view did select row at index path кстати да странно ну ждем обновление экспорта все дела да не замечаем нюансы по нажатию на данный на ячейку я хочу перейти на другой контроллер как я это сделаю я могу вызвать метод perform по-моему да это perform segway давайте вот так лучше вот perform segway segway само слово segway означает переход какой-то и мы то есть мы говорим сделай переход с таким-то идентификатором и там можешь какие-то данные отправить пока мы здесь ничего не будем делать просто запишем нил а вот идентификатор мне нужно задать да для этого я выбираю вот этот кружочек push здесь есть у него идентификатор соответственно я сам напишу segway поставлю сюда понятное дело это дело наверх выносится в константы тоже и запустим посмотрим нажимаю перешел окей все работает видите я ничего не писал а здесь какая-то есть статик уже инфа ячейки вот тут важный момент статические ячейки могут быть использованы только в table view контроллере вот наверное это все по table view контроллеру осталось нам понять то есть мы вот отсюда разобрали да что такое у нас table view контроллер table view является частью этого но как еще можно инициализировать а еще вспомним как мы можем что если я хочу иметь таблицу но помимо этого я еще хочу какую-то не знаю кнопку view еще что-то иметь на экране то есть я хочу пастомизировать таблицу ее положение ее размеры я могу это сделать только если я таблицу буду добавлять в view контроллер я просто сюда кину какой-нибудь этот просто чтобы был даже давайте вот задам авторисайзинг ему прям вот так вот растягивался он стоит теперь надо закинуть сюда таблицу теперь мы уже не будем помещать table view контроллер потому что это отдельная сущность но мы можем закинуть table view мы кидаем сюда table view видите у меня есть возможность изменять ее размер вот я могу и там как хочу растянуть поставить также вы оставите ему авторисайзинг то есть обычный элемент как хотите меняете очень удобно но как мы здесь видели нам table view только не хватает нам нужно еще и ячейка но я могу кинуть в свою ячейку вот и опять же образуется та же самая иерархия таблица table view sell content view все то же самое единственное теперь за нас уже никто не будет делать работы с подключениями и так далее нам самим нужно ее подключать так давайте мы это сделаем то есть вот сейчас у меня тут класс вот есть view контроллер я задаю сюда класс view контроллер теперь как бы у view контроллер нет никаких таблиц или еще типа того я ручками подключаю таблицу outlet сюда table view чтобы с ней что-нибудь делать ячейку подключать не нужно как понятно все остальное подключать не нужно что нам еще нужно подключить нам нужно сказать что таблица что делегатным и дата сорсом таблицы будет являться данный класс как это было в table view контроллер то есть если я посмотрю здесь же у меня нету ничего так что я беру table view несу синенькую стрелочку в желтый кружочек который обозначает контроллер текущий и вот тут два аутлета есть у таблицы дата сорс делегат каждый из них надо подключить вот появился один появляется второй так теперь делегат все есть в storyboard мы почти все закончили единственное давайте опять же надо задать идентификатор здесь да сел какой нибудь окей вроде все контроллер теперь контроллер у нас абсолютно пустой и вот тут то самое оно то есть теперь вам здесь нужно ручками реализовывать те самые методы которые были в table view контроллере я их сейчас копипащу но понятное дело вам там как бы либо вы можете также создавать и копипастить либо вы можете создать сниппет чтобы просто сделать так вот и у вас все готово это сниппет сниппет я вот создал себе заготовку то есть да 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 он очень легко создается то есть кстати тоже магическому органу создается на самом деле выбирая себе вот эту штуку где у нас не биты все и в общем сейчас будет магии я такой выбираю выделяю код дальше зажимаю левую кнопку мыши и вот она не работает что заработает она блин или ну-ка или комнату что ли нет сейчас вспомнить аль нет не аль control блин 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 что такое ну-ка еще раз в общем этот кусок кода нужно каким-то образом переместить сюда она иногда работает надо нет суть ясна нет не очень я думаю но можно в общем создавать сниппеты из своих своего кода и дальше вот у меня здесь есть всякие штуки например вот table view да то что я создавал вы ее называете сюда добавляете вот код который вы покинули можно вот ее поменять и там задать название вы выбираете а это вообще на объект все на ком языке где это с вот completion scopes то есть где это будет выполняться в классе или в интерфейсе кстати странно да везде протоколы протоколы а здесь вот интерфейс ладно в общем я завязаю свой сниппет ух ты он между с точками запятыми еще какой старый сниппет но суть та же самая до идентификатор все выводят единственное я сказал что таблица у таблицы data source и делегат будет принадлежать этому классу моя класс но класс же меня тоже должен реализовать эти протоколы поэтому мне нужно сюда дописать уитабл view делегейт и уитабл view data source вот думаю этого должно быть достаточно давайте а нет я думаю это не будет достаточно все таки у меня здесь методы не оверрайдится хотя они не должно играть почему не должно играть это скажешь потому что не наследовались да поэтому все окей принципе сейчас просто две ячейки должны спокойно вывести если мы ничего нигде не забыли нажимаем ой 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 что-то не то сделал да так вот у меня теперь здесь есть такой идентификаторе такой ну ладно я просто удалю его сейчас опять включу он конечно никто не мешает несколько сегов держать от нового контроллера просто по-разному их называть и разный идентификаторе вызывать ну для простоты давайте вот так сделаем ну вроде есть и даже вот они две ячейки которые я вывел во вью контроллере соответственно весь код хотите чтобы она идите лос были кнопки удаления была кнопка иди сверху вам все это нужно делать ручками вам нужно проставлять проще всего конечно же вот создавать просто кастомный класс table view контроллер и копипастить оттуда методы ки вы хотите поначалу со временем вы заполз запомните какие методы для чего нужны и спокойно будете их реализовывать и вызывать вот окей с этим есть какие-то вопросы разница между table view контроллера и таблицы которые во вью контроллер понятна кому непонятно может есть вопросы какие-то зачем мы это делаем вообще окей теперь следующий момент хочу я значит называется в таблицу вывести не такие вот ячейки да если когда мы тейбл ввеса а тейбл создали ага вверху получается если там будет много табличек скролл будет внутренней ну у него же у каждого свой он же внутри скролл внутри таблицы же да ну то есть если я сейчас например задам здесь да да например 20 элементов двадцать элементов перейду то я смогу скролить внутри ну да собственно если ты хочешь там что-то делать есть какие-то невероятные конечно эти вот бывали заказы госзаказы где люди делали типа журналов каких-то там сотрудников где есть таблица и с таблицей делали такой горизонтальные ну типа столбцы строки да знаете и вот эти таблицы они мол скроллились все вместе они то есть какие-то лютые костыли там делали соединяя все несколько таблиц вместе шарит между ними информацию и когда ты строишь одну таблицу чтобы и другие скроллились короче лучше так как бы не делать но можно ну я же скидывал я же скидывал и проблему забавно и как бы ее сразу решение она я вам представлю если его вертикально поставить то только черную штуку там будет конечно да как бы я вообще не представляю нет ты же видел я же скидывал нет он вот так вот ну а ты мне скидывал он скидывается нет так-то нормально то же самое то же самое будет как и в вертикальном будут там есть помощник который контент сдвигает под гор мне все равно не нравится на самом деле как это выглядит все так это окей давайте мы вернемся быстренько у нас уже до пяти до пары до 50 до пяти по в общем так да есть ячейка есть ячейка понятно как работать с обычной ячейка понятно а что если я хочу какой-то кастом на вечер и куда если я не хочу использовать эти тайплы саптай плейп вот здесь есть вариант кастом и я туда хочу просто накидать моих элементов и хочу их использовать давайте это сделаем будем делать сразу по красоте что это значит мне нужно создать кастом на ячейку класс и это был you sell и 10 галочка also create тип файл собственно мы выбираем называем класс наш как хотим и поехали разбираться что это такое создаются два файла ты был и sell понятно да здесь наследование от ячейки идет реализация овирайзинг каких-то методов и ксип файл в котором у меня находится чисто ячейка но собственно вот эта разница между ксибами и storyboard мы храним историю из view контроллеров мы не можем просто так вынести storyboard элемент view какой-то он не будет там жить то есть если я попробую вот имеет storyboard я вынесу ну ту же ячейку да вот я выношу пускай она просто не встает играет что-то не то делаешь чувак не буду в ксибе же ксип это отдельный файл для отдельного конкретного элемента контроллера в основном здесь используют элементы но я как и говорил есть способ стиль программирования когда вы не используете storyboard а используете чисто ксибы так как сивы работают по факту быстрее чем storyboard окей у меня ксиб здесь лежит ячейка что я делаю я сюда запихиваю контент который я хочу например картинку да я во первых могу ее размер здесь поменять сразу вот у меня будет наполовину ячейки картинка таким вот образом дальше здесь у меня будет два лейбла как я хочу поставлю один второй задам ему авторе сайзинг он так вот сходился везде были одинаковыми отступы так у лейбла ну пусть он будет просто по центру и растягиваться у этого будет сверху отступ и тоже будет растягиваться то есть по факту эти два элемента при шпандорина кверху да какой бы ширина не было ячейки если я буду через код изменять они будут всегда здесь находиться так это окей сюда я накидать могу теперь мне сюда нужно а уже добавлен класс даже видите ячейки добавлен класс в классе давайте быстренько разберем что здесь находится метод в принципе это все можем удалить данный метод вызывается когда инициализируется наша ячейка то есть когда вы хотите задать какие-то кастомные изменения ячейки например цвета не знаю может вы как какой-то там алгоритм придумали чтобы вот как-то красиво ячейка отображать там с пол с тенью еще чем-то вы сюда запихиваете все что вы хотите до того то есть после того как проинциализируется ячейка но до того как она отобразится что должно быть в основном как бы хватает ксиба вы здесь все можете поменять и все окей это мы удалим и еще у нас есть метод set selected этот метод срабатывает когда мы выделяем нашу ячейку тоже здесь что-то хоть можете там конфигурировать как-то выбранную ячейку типа она отмечена да как мы говорили типа и то что аксессори у нее вью менять тоже будем куда удалить пока я хотел сделать следующее я подключу элементы к коду классу так у меня вот открылся вот кидая сюда картинку назову называйте ее отлично от дефолтной картинки уже ячейки иначе будете путать да там ну пусть будет аватар image view тоже вот naming не забывайте это у вас не name и не аватар имидж это именно you a image view поэтому не называйте image view имиджем не называйте лейбл неймом просто абсолютно непонятно если вы работаете с чужим кодом эйдж лейбл я закидал сюда лейбл который буду изменять теперь я снаружи должен буду задавать в эти элементы какую-то информацию и в кастом ячейке будет собственно изменяться есть разные способы как бы как это можно сделать но вот такой самый приятный это создать метод который будет называться например crp cell и в этом методе мы будем проставлять данные в наши аутлиты так как я в custom table view контроллер использовал модель user то я хочу например инициализировать мою ячейку с помощью user поэтому я пишу crp cell with user user дальше я буду делать следующее я расскажу что ну а то давайте просто уж мы зададим нашу картинку которая у нас есть ну понятно если у юзера есть картинка поле картинка то вы можете также ее сюда поставить ну вот например name label text user name и что у нас age label есть text text user image окей задали так ну вроде мы готовы остается только подготовить нашу table view контроллер здесь здесь у нас инициализируется эти все дела да массив заполняется и так далее что там нужно делать с ячейкой как то подключить ячейку к кодам как мы это будем делать так как у нас у таблиц у ячейки есть визуальное отображение нам нужно зарегистрировать данное визуальное отображение в таблице это звучит не очень но факт давайте это сделаем table view регистр nip видите есть разные способы но вот мы используем же nip то есть csip его по-другому называется nip мы его и выбираем он нам просит какой-то nip давайте его создадим nip вот эта штука возвращает нам csip по имени то есть у меня есть custom table usl я копирую ее имя вставляю сюда bundle не нужен это new соответственно передаю в nip мою переменную и для какой-то cell reuse identifier вот здесь уже никуда не денетесь нужно создавать глобальную константу давайте сделаем я типа file private cell identifier cell так нет не cell а custom все соответственно я сюда теперь пишу custom cell нет cell cell еще не видит ну-ка cell смотри-ка не видит а ладно а да сглупил cell identifier оп задали идентификатор зарегали так таким образом мы зарегистрировали нашу кастомную ячейку хорошо что мне еще нужно сделать теперь мне нужно вернуться к методу table view cell for row где мы инициализируем нашу ячейку и возвращать по моему идентификатору во-первых да cell identifier ячейку так это вам просто сходит с ума ячейку но свою этот метод возвращает мне тот же самый ua table view cell а мне нужен свой и здесь мы применяем кастинг то есть мы кастим данную ячейку используя force а не optional тоже один вот из способов использования force в наш custom table view cell мы его скастили и теперь у ячейки остаются те же самые поля они как бы есть у любой ячейки но появляются и наши то есть я могу отсюда достать свои лейблы имиджи что бы вы туда не закинули соответственно и метод prepare rpsl с юзером и передаю свой юзер видите что получается весь код связанный с подстановкой даты в ячейку ушел в конкретный отдельный метод все находится в одном месте более того данные то есть такая конструкция с кастомным классом не ограничивает вас одним классом вы можете создавать несколько ячеек разных типов использовать их в одной таблице вместе всего лишь делая то же самое то есть вы регистрируете еще одну ячейку далее далее здесь уже там например для какой-то конкретной секции возвращаете один тип ячеек для другой секции другой тип ячеек вот тип ячейки а зачем тебе здесь ну вот две разные файлы тебе надо будет в разные эти же возвращать индекс пафы по разному по разным точкам по другому как ну как бы тип то легко определять ты можешь сделать во первых ну есть очень простая конструкция с custom table itself это возвращает как бы если да то да вот и все это если понадобится вот мы можем вот так вот вынести и теперь давайте посмотрим что у нас получится не получится да один момент в таблице при таком кейсе мы удаляем нашу эту ячейку то есть здесь будет просто пустота теперь то есть мы создали кастомную ячейку зарегали ее таблица знает про нее мы ее возвращаем по ее идентификатору и как бы какие-то левые ячейки нам здесь не нужны но в моем кейсе понятно если хотите другие ячейки иметь пожалуйста вставляйте запускаем смотрим все ли ок ну вроде все ок вот тут у меня растянулась картинка а вот здесь лейбл так единственное что не ок что у меня размер что-то не очень да ну-ка посмотрим что у нас с кастом тейбл и селта я контент поменял размер этого таблица видите вернула нам дефолтный размер 40 этих самых пикселей здесь давайте поменяем ее на вот наш там 112 как нам это сделать нам нужно использовать метод делегата опять же здесь сверху я могу посмотреть все методы где у нас тут это source ну и здесь же у нас делегаты находятся так мне нужен метод function table view связанный с хейтом давайте посмотрим хейт вот этот метод вернем здесь 100 что там 112 вот так вот ну и просто забыли разить вот здесь так как это table view контроллер так ну вот размер есть как бы контент наш то что мы вставляли ну лейбл и то что не полностью отображается опять же можно пофиксить вы можете после того как туда задали текст например сказать что name label как там еще size to fit вызвать метод который resized label под его контент все имена показывают нормально все помещается мы видим что разный контент также да бывает так так аааа пока нет да окей есть еще такой такой момент просто покажу то есть нормальная я привержен из того чтобы все было дело в функции но вы можете делать не так, например, можно переопределить такие штуки, как bitSet у лейбла и сказать, что после того, как я задам в лейбл текст, например, и сайзить его, да? selfNameLabelSizeToFit Я же могу его напрямую вызывать оттуда. И, то есть, вот здесь уже не resize. То есть, в принципе, вы можете не использовать этот метод везде здесь просто снаружи проставляя картинки, там, текст в лейблы. Можете resize или что-то делать в bitSet после того, как вы задали туда значение. У нас есть bitSet, у нас есть willSet. Вот, это такие штуки, это все работает до того, как вы засунили, ну, как-то поменяли ваш объект, а это после того. Да? Можете, то есть, как-то объяснять это отдельно, не считая нужным, можете поиграться, прочитать про это. То есть, простая штука, но довольно интересная конструкция используется вот для разных хелкеров, чтобы вот такой лишний код не писать. В RPA, например, вы можете сюда засунуть, и просто у лейбла будет уже все в одном месте. В контроллере. Сейчас покажу. Ой, что-то не сработало. Так. Не-не-не, у нас есть метод здесь, self-forward index path. Он возвращает нам ячейку, ну, соответственно, здесь QP. Так, если по пройденному материалу пока вопросов нет, то у нас 10 минут на перерыв. Давайте перерывчик сделаем. Спасибо. Спасибо. Спасибо.